всем привет привет всем отличного дня ну либо утро если вы смотрите с утра в общем всем хорошего прекрасного настроя прежде чем я начну расклад я хочу сделать такое вступление и кое-что пояснить моим зрителям вот тайм-коды будут в описании к ролику до позиции вы видите перед собой кому интересно сразу перематываете на свою позицию и смотрите расклад а я скажу следующее постараюсь быть краткой и попробую донести вам смысл того что я хочу сказать не не обижаю никого и не критикуя вообще критику не люблю я всегда про это говорю для меня нету конструктивные не конструктивные критики для меня есть мнение которое человек высказывает но высказывать его нужно таким образом да чтобы никого не обижать чтобы никого не оскорблять и не переходить на личности вот и в принципе как правило когда мне помню кто-то написал о том что критика нужно для того чтобы как-то усовершенствоваться то мне кажется на мой взгляд если человек стоит на тропу усовершенствования он сам понимает что ему нужно делать и как а если он не понимает он просит совета если он против совета то безусловно обратное мнение да ну то есть обратную связь которую получает это не может рассчитываться как критика так как мнение человек сам попросил но сейчас не об этом дело в том что некоторое время назад я записывала один расклад я не буду переходить на личности еще раз скажу и мнение я не привязываюсь к комментарию я хочу показать вам немножко иную позицию чтобы вы о ней задумались на может быть кто-то думал уже знает а может быть кто-то и не смотрел с такой точки зрения вот то что я скажу это моя позиция заключается в том что в одном из комментариев я прочитала о том что я должна ключевое слово должна ну то есть выделяю свои расклады пояснять тематику и если вдруг там не знаю как слова непонятное либо смысл непонятный то это входит мою обязанность пояснить разъяснить и рассказать ну ясное дело сейчас не буду начинать с того что никто никому ничего не обязан и так далее и так далее скажу два момента первый момент когда я прочитала этот комментарий безусловно это вот в контексте развития я четко увидела свою линию развития в чем я должна развиваться и это не имеет отношения как раз таки к таро что я должна или нет а в том что моя реакция первое на слово должна опять же таки не привязываюсь к личностям то есть не не к людям а к сказанным словам то есть к тому что меня триггер нора это слово должна я увидела где и что в моем детстве имеет корень там проанализировала сделала определенную работу которая должна бы я поняла где и что меня цепляет это один момент хочу сказать вот какую вещь примерно наверное ну чуть больше двух лет я обратилась не помню точно когда обратилась к мастеру которого я очень очень уважаю ну вот прям очень уважаю в моей жизни не так много людей которым я относусь действительно с уважением так вот обратившись за услугой я получила ответ по услуги в этой услуги поскольку она была в печатном тексте было очень непонятно много мне слов потому что была такая специфическая терминология ясное дело что когда я что-то не понимаю но в принципе мы все такие на мы уточняем вот это что это что поскольку слов было много вот то наверняка обратная связь от мастера заняла бы больше времени на что мне мастер уточнил один два слова уже не помню вот а дальше сказал то есть либо ты приходишь на консультацию я тебя обучаю рассказываю что такое вот либо google тебе в помощь иди изучай на том этапе моего развития конечно же включились мои теневые аспекты конечно же включились мои внутренние бесы которые говорят от говорили мне нашел давали о том что что за фигня да я тебе плачу деньги за услугу и ты мне должна ты мне обязана все разъяснить все пояснить да почему ну потому что ты мастер и я тебе за это плачу вот такая была у меня негативная реакция безусловно мастер разъяснил мне несколько слов и дал рекомендацию на некоторые книги то есть вот хочешь понять вот сиди читают эти книги конечно же в своем гневе своем эмоциональном состоянии я на это внимание не обратила но благодаря этому человеку это что то чему меня научил этот мастер это то что когда ты что-то не знаешь ты начинаешь самостоятельно искать ответы на вопросы то есть никто тебе не обязан ничему тебя учить и выражение когда ученик будет готов мастер придет это не означает что приходит мастер и он должен тебе разжевывать и давать какую-то информацию вот прям полностью включаться в тебя эта фраза говорит о том что когда ученик готов под словом годов подразумевается что его внутренний дух достиг такого уровня развития когда он сонастраивается с высокими вибрациями своего учителя и он может перенимать информацию именно перенимать не получать ее рожеванную готовую потому что сразу отклонюсь скажу я себе не считаю учителя да на всякий случай невзирая на то что многие пишут а мастер гуру учитель и так далее так далее я просто не обращаю на это внимание вот я себя таким человеком не читает но исходя из того что я читаю в греческой философии и в мифологии то есть вот вообще отсылка к слову учитель это по сути некий такой свет который проливается на нас и если мы готовы вот это и есть готовность духа принять эту информацию то мы ее пропускаем через себя и здесь вопрос не в том что учитель должен как-то разжевать этот свет если емкость не сонастроена на принятие это не информация то как бы ее не разжевали чтобы они говорили эта информация не будет усвоена и не принято отсюда и выражение когда ученик готов ученик готов а еще раз повторюсь в контексте готовности нашего духа принимать ту или иную информацию и я очень четко иду я выбрала для себя вот эту вот позицию и понимание того что вот вот это вот мое направление и вот в этом направлении я двигаюсь а поскольку все что я делаю да тем более на этом канале да да вообще принципе на всех моих площадках это есть я да то есть мой опыт мои знания моя информация все что я пропускаю информацию через себя интерпретирую я а интерпретирую я на основе своего воспитания культуры на основе своего своих каких-то верований и так далее и так далее да то получается вот то что я передаю это то как я живу следовательно если что-то кому-то непонятно не знаю из расклада из названия у меня есть ожидание потому что это мой мир это а мое восприятие данного мира у меня есть ожидание того что человек начнет искать самостоятельно непонятную ему информацию то есть моя задача не заключается в том чтобы взять какую-то тему к примеру и в этой теме звучит слово союзник если кто-то понимает под словом союзник не знаю какого-нибудь партнера да с которым вы взаимодействуете окей это ваше восприятие я например иногда говорю когда подразумеваю слово союзник вкладываю смысл а в этом слове существ тонкого плана ну по сути это наше прошлое воплощение вот когда мы ушли очень рано и жизни но у нас оставался еще энергетический запас то есть энергия плана полностью не реализована того воплощения это нигде нас остается и по сути вот эти вот союзники иногда они бывают активными иногда бывает неактивными это наши прошлое воплощение вот эти сущности эти энергии эти существа называется союзниками когда я что-то говорю я вкладываю вот этот смысл например слово союзник но это не говорит о том что я в раскладе должна остановиться и сказать, вот сейчас я употребляю это слово, оно означает вот это, это, это. Во-первых, я потеряю смысл того, что я повествую. А во-вторых, у меня не стоит задача просветления и просвещения вас. Это индивидуальная работа. Я делаю сейчас эту ремарочку, пользуюсь случаем, комментария, за что я, конечно же, благодарна этому комментарию, потому что, возможно, надо было и прояснить эту ситуацию, где-то это было мое упущение, потому что я мир воспринимаю через себя. Если мне что-то понятно, у меня естественная ассоциация того, что и другим это должно быть понятно. И очень поздно я соображаю в том, что мы находимся все на разном уровне развития, и многие вещи, которые понятны мне и известны мне, они непонятны вам. Но опять же таки, если что-то вдруг вам в раскладах непонятно, неизвестно, гугл вам в помощь. Возвращаясь к мастеру, скажу следующие вещи. Когда я, где-то, по-моему, через полтора года, может быть, даже больше, как-то успокоилась, что-то изменилось во мне, в общем, в моем восприятии. Я вернулась снова вот к этим непонятным тогда мне словам. Я неожиданно увидела, что были рекомендации некоторых книг для пояснения той или иной терминологии, которая была использована. И поскольку это книги не стоят из 100 страниц, вот теперь представьте, да, одно слово, чтобы понять это слово, да, ну, я же не знаю, на какой странице оно находится. Значит, мне пришлось себе прочитать эту литературу. Я вам скажу большее, что когда начинаешь искать ответ, да, вот как бы правильно вам донести до вас эту информацию, суть не в том, что мастер иногда, ему жалко, да, вам рассказать. Просто дело в том, что когда подается какая-то информация, какой-то знак, который вам непонятен, он является как раз-таки тем маяком на пути вашего развития. То есть когда я начала читать эту книгу, да, там было два автора, одна книга превратилась в четыре книги одного автора, а вторая книга превратилась, по-моему, там, либо три, либо еще четыре книги. То есть в общей сложности вместо двух авторов, да, я прочла шесть или семь книг. Не потому что я не могла с первого раза в одной книге найти ответ, но это настолько меня и заинтересовало, это было настолько полезной информацией дополнительной к тому, что я прочла, ну, услышала в услуге, что это помогло мне в моем развитии. Вот к чему я говорю. Иногда, когда вы что-то ищете, и я безусловно знаю, что вы согласитесь со мной, потому что многие так поступают, когда что-то ищешь, и одно приводит к другому, и к третьему. И там накрываются какие-то, а вот это надо почитать, вот это надо посмотреть, вот это надо узнать. И вереница вот этих всех действий приводит к тому, что это обогащает нас на знание. В дальнейшем нам надо это просто сделать практикой. Когда мы сидим и ждем, готовы, чтобы нам что-то разжевали и положили в рот, и желательно бы еще и проглотили, по причине того, что у нас нет времени, это не значит, что другой человек должен потратить свое время для того, чтобы нам что-то объяснить, разжевать, если у него нету такого намерения. И слова должен, наверное, вот в таком контексте, они не совсем уместны. Но, безусловно, поскольку именно вот это слово меня зацепило, а меня всегда цепляют слова, которые говорят, что ты должен, там обязан, какие-то, не знаю, правила, структуры, мне очень сложно уживаться в системе, вот, особенно когда на меня давят, когда мне указывают, что мне нужно делать, это начинает пробуждать во мне моих внутренних бесов. И, с одной стороны, это указывает, безусловно, мне на мой путь развития, что где, насколько я имею самообладание внутри себя или нет. Безусловно, за это огромная благодарность, потому что это для меня является проверкой, что еще мне нужно сделать. Но это с точки зрения развития. А с точки зрения человечности, да, поскольку я не идеальна, и я, как это правильно сказать, во мне еще куча тьмы, которую я прекрасно осознаю, да, то есть просыпается все равно мое эго, и мне очень хочется среагировать негативно. И вот эта вот внутренняя борьба, да, между светом и тьмой, моей внутренней, моим внутренним светом, моей внутренней тьмой, она очень неприятная. К чему вот это вот последний момент? Это просто проподелиться. Здесь нету морали. Мораль была чуть выше в том, что я говорила, если вам вдруг что-то непонятно, если вам вдруг что-то неизвестно, вы можете меня попросить объяснить вам, если вам непонятно, но не требовать. Это первый момент, потому что когда ко мне идут с мечом, во мне пробуждается демоническая какая-то сила, агрессивная. Вот, и мне сложно очень справляться с собой. А безусловно, это мой рост, безусловно, я это осознаю, и очень много работы над собой стараюсь провести в этот момент. Но не драконься другого человека, да, то есть опять же-таки беседа двух людей, встреча двух людей, она дана для того, чтобы произошел обмен энергиями, чтобы люди после встречи уходили добрее, светлее. И, безусловно, если, ну и вам кто-то укажет, там, не знаю, на ваше место, на то, что вы должны сделать, света в этом указании будет, даже если оно какое-нибудь там благое. Я не понимаю вот это вот, знаете, вот это лицемерие, с моей точки зрения, да, когда за ширмой вот этого блага, я хотела тебе добро, либо еще что-то. Вот для меня это лицемерие, да, то есть если ты хочешь сделать что-то доброе, ты сделай именно доброе. Не надо прикрывать вот свои какие-то эгоизмы за вот этой вот ширмой, я хочу тебе дать конструктивную критику или еще что-то. Нифига ты не хочешь, ты хочешь просто за мой счет самоутвердиться, ты просто хочешь указать свою позицию над, а меня, наоборот, опустить и обесценить. Безусловно, мне это неприятно. Вербально ты это не говоришь, но невербально это считывается. Это не только. У меня здесь не нужно обладать эмпатией для того, чтобы понять, что тебя опускают, обесценивают и опустошают на данном моменте. Это чувствуется, поэтому люди так и реагируют. Все же, если что-то непонятно, первое, вы всегда можете написать, но это должно быть очень вежливо. Это должно быть культурно и тактично. Поскольку я стараюсь общаться с вами культурно, тактично, у меня есть и такие пожелания в вашу сторону. Потому что конфликтовать ни с кем я не хочу, но я выбираю позицию игнорирования. И это касается абсолютно всего. И поверьте, я сталкиваюсь очень часто с такими моментами неуважения в мой адрес. То есть мне, например, ночью могут написать, я не знаю, кого-то там что-то осенило, и кто-то что-то там захотел, либо вспомнил, что нужна какая-то консультация. И бывают такие моменты, не часто, но бывают такие моменты, когда люди могут мне написать, я не знаю, в первом часу, во втором. Я сова, я ночью работаю. Но в любом случае, да, как-то, не знаю, написать незнакомому человеку, да, поскольку мы не являемся друзьями, мы не являемся знакомыми, приятелями, обратиться за услугой ночью, мне кажется, это как-то вот не совсем логично. Опять же-таки, со своей стороны, я безусловно отдаю себе отчет, что поскольку я работаю ночью, кто ко мне приходит на Блиц-консультации, я всегда говорю, отключайте сообщение, если это касается Телеграма, да, отключайте сообщение, потому что я пришлю вам свою работу ночью, я работаю ночью, мне тишина нужна, когда дома тихо, спокойно, меня никто не отвлекает. И чтобы я не отвлекала вас, да, отключайте сообщение в Телеграме, чтобы, ну, вас не тревожит, не беспокоит. То есть я об этом говорю, говорю как в личных сообщениях, когда общаемся, и говорю вот в таком формате. Ну, когда человек меня не знает, и там, я не знаю, начинает мне ночью писать, ну, поверьте мне, мне это некомфортно. И вам, наверное, было бы тоже некомфортно. Но не суть. Возвращаясь к чему, к нашей теме, у нас сегодня внутренние конфликты, как и договориться. Вот я вам на собственном примере показала, какие бывают у меня внутренние конфликты. То есть я такой человек, которому, ну, я могу рассказать очень много важных, сокровенных вещей, если это так нужно для того, чтобы, ну, я не знаю, показать себя, что я тоже человек, я тоже могу ошибаться, я тоже могу делать кучу вещей. И мне кажется, во мне тьмы достаточно, вот прям предостаточно. Мне есть еще над чем работать. До святости я далеко не дотягиваю, да, и до идеала. Вот. Просто хотела обратить ваше внимание, что если вдруг, и на этом закончу, что-то вам непонятно, либо вы мне можете написать и уточнить, я не знаю, в комментариях, в телеграмме. Лень, я это не поняла, расскажи. Кто приходит ко мне на личные консультации, на Блице, знает, что я помимо того, что я даю информацию, потом, если есть какие-то вопросы, я всегда разъясняю, я могу что-то порекомендовать, какую-то информацию. То есть я прикладываю почти все свои усилия для того, чтобы вы получили как можно больше информации, быть вам как можно больше полезной. И, как правило, если я говорю, что там, не знаю, там, блиц, консультация, ну, условно говоря, 15 минут, как правило, она столько не длится. Но это мое собственное желание, мой выбор, давать вам больше. И второй момент, самый важный, на мой взгляд, ищите, да, то есть услышали что-то, проверяйте. Это вопрос не то, что вы мне не доверяете, а это вопрос тому, что это должна быть ваша такая позиция, потому что информации очень много, много ложной информации, а много истинной информации. Как понять, как разобраться? Только через себя, через, ну, на своем собственном опыте. Услышали что-то, непонятно какое это слово, начинайте его искать в разных источниках. Помимо того, что вы найдете ответ на свой вопрос, вы еще получите кучу дополнительной полезной информации. И таким образом у вас происходит рост, таким образом у вас происходит развитие. Не думайте, что, ну, я не знаю, мне кажется, это вот просто, ладно, не буду говорить, а то кажется, что, не знаю, каждый может воспринять по-своему. У меня не стоит задача, вот еще раз скажу, я специально не озвучиваю имен, не говорю, для того, чтобы показать вам, я не перехожу на личности, да, то есть у меня нет претензий к людям, у меня есть претензии к поведению. И это мой тоже косяк, это тоже мой бес, который говорит о том, что вот ты претензиозная, ты категоричная. Я это знаю. Я с этим стараюсь как-то справляться. И поэтому я людям и говорю, что вот инструкция по моему применению, вот со мной, вот так, вот так. Хотите, окей, не хотите, будет очень сложно и мне, и вам. Если мы хотим сделать пользу, и со своей стороны, это не говорит о том, что только вы идете на уступки, со своей стороны я тоже стараюсь идти на уступки, я тоже стараюсь понять, войти в ваше положение, понять ваши мотивы, где-то оправдать вашу позицию. Но вот иногда это бывает мне нелегко. Так, ну это основное, что я хотела сказать. Опять же таки, да, предвкушаю, что будет два лагеря, ну обычно так оно и есть. Кто-то со мной согласен, кто-то со мной не согласен, кто не согласен, прекрасно. Я могу вам сказать больше, что эту тему я недавно обсуждала со своей мамой, на что моя мама, правда моей маме 75 лет. Она говорит, а вот ты знаешь, я тоже не знала это слово, и я хотела бы, чтобы ты мне его объяснила. То есть такая же позиция была, то есть, где она говорила о том, что ты должна это объяснить. Я говорю, с какого перепуга я кому-то вообще что-то должна, да. Моя задача передать информацию. То есть, если бы это был какой-нибудь мастер-класс, где я что-то объясняла, где я что-то рассказывала, окей, тогда да. Моя задача передать информацию. Особенно, если, например, какие-то расклады в потоке, когда я большинство своего не могу понять того, что я говорю, то, что я через себя пропускаю. С какого перепуга я кому-то там что-то должна, я не знаю. поэтому будет два лагеря может быть больше ладно возвращаемся к нашему раскладу благодарю вас что вы послушали кто послушал кто нет ну и молодцы правильный дел не надо слушать то что не нужно все в мире случается не случайно так позиция номер один расклад у нас значит внутренний конфликт когда говорится предложил его виторий не знаю женщина-мужчина скорее всего не знаю в общем не могу сказать мужчина это женщина не суть благодарю за тему вот мы смотрим значит какой у нас с вами есть внутренний конфликт и как договориться свой я рассказала и так внутренний конфликт какой по первой позиции королева пентакли внутренний конфликт связаны либо с ценностью сейчас надо переключиться отключиться от себя то я сейчас начну интерпретировать или себя либо с ценностями либо кстати здесь изображена мадам ленорман либо внутренний конфликт связан непосредственно с материальным миром да с уютом комфортом с наслаждением с такой знаете вот хороший богатой жизнью так ну-ка уточним ну пятерка жезлов нам тоже как раз и показывает внутреннюю борьбу до какое-то несогласие раздрай разногласия вот и аркан суда говорит то что это урок который вам необходимо пройти велика вероятность что это не одно воплощение когда мы проходим вот этот урок ну-ка давайте будем уточнять о чем нам говорит здесь королева пентакли луна иллюзорное какое-то восприятие материи да здесь слишком много эмоций качели которые раскачивают вас на принципе это и указ верховный смотрите четыре великих аркана года верховная жрица а здесь урок как раз таки непосредственно связаны с самообладание то есть с одной стороны это понимание материального и духовного с другой стороны здесь ваше внутреннее состояние до чтобы вас не включали эмоции чтобы вас не раскачивало потому что здесь затронуты по королеве педакли еще какие-то границы внутренние это границы внешне не могу понять но они так или иначе имеют отношение к ценности себя то есть есть внутренний конфликт опять таки который связан с тем вот то что возможно я и говорила во вступлении на что дозволено а что нет что является ценностью а что ее отсутствие она говорит о том что здесь не совсем прояснена эта ситуация либо идет некое такое искажение данные тематики то здесь есть какие-то страхи которые периодически всплывают если это касается например материи дату человек не как-то не может сбалансировать материальный мир и духовный мир то есть здесь наоборот идет разделением здесь тема границ сто процентов есть то есть то ли она должна объединять то ли она разделяет вот 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 какие-то такие моменты здесь присутствует о чем нам говорит луна луна говорит о солнышке до что нужно здесь больше больше ясности больше ясности привносить ты что-то здесь непонятно что-то здесь неизвестно человек не может найти золотую середину здесь необходимо изменить как-то свое сознание вообще свой взгляд на жизнь как-то что-то переродиться ты с мечей вот он здесь как раз таки говорит о том что есть какая-то претензиозность претензиозность к внешнего мира причем за ваш собственный какой-то выбор здесь получается так чтобы что-то сами выбираете сами решаете а потом последствия возможно вас как-то не удовлетворяют и вы начинаете предъявлять претензии к внешнему миру но я не совсем понимаю так в чем же здесь внутренний конфликт четверка мечей то что вы наверное как будто бы не можете сбалансировать до мир снов и мир яви то есть как будто вы знаете вот ваше бессознательное сознательно она не может договориться и это получается так что есть разногласия до какой-то вот логическое и нелогическое рациональные и иррациональные то есть вот в этом все время какая-то вот дуальность присутствует а в чем причина этой дуальности выборе что вы не можете да выбрать здесь как будто бы человек который не может не выбрать для себя какую-то постоянную модель поведения то есть на что операция здесь как будто так знаете как-то вот по ситуации иногда может быть так иногда может быть и по-другому да как луна некая такая цикличность вот сейчас такая фаза и человек вот так видит мир а потом фаза сменяется человек как-то по-другому видит мир и вот это вот не дает ему какого-то внутреннего успокоения ощущение того что нету отсутствие каких-то знаний вот какой-то информации которая бы с одной стороны то есть расставила все все пазлы по местам разложила да что помогло бы вам двигаться дальше здесь знаете как здесь есть какие-то отвлекающие факторы внешние которые периодически появляются на вашем пути вот для проверки достижения вашей цель вы что вы хотите и вот эти вот проверки вы как будто бы периодически на них ведетесь и отсюда получается так что вы вот на своем пути вы как будто бы не всегда идете ровно иногда бывает так что вы дорога ваша ровная ровная а потом начинается какая-то череда не знаю каких-то преград да когда вы падаете вот когда вы падаете это вот показать и того что где-то вы что-то повелись хочется сказать да вот ваше эго проявилась вот где-то вы отвлеклись от своего пути могу предположить что здесь когда вы сосредоточены сфокусированы да ну когда вы осознаны когда вы даете себе отчет в том что происходит все что то что делаю что вы делаете да тогда вы идете ровно по дороге когда вы как будто бы теряете фокус внимания когда рассеивается ваше внимание когда вы находитесь не в единении со своим духом то здесь получается как раз и включается вот другая сторона да вот это вот не то чтобы тени войны какая-то противоположная сторона хорошо как вам договориться самим собой король жезлов весь банка надо делать здесь изображен курт и жабелян здесь вам нужно сделать акцент для на на позитивной как сказать на позитивной модели поведения то есть не не разбираться да кто там прав кто не виноват вот все время надо здесь король жезлов видеть что-то позитивное двигаться вперед не останавливаться как вам это объяснить то есть вот как это вот выражение есть да кто прав то кто виноват и есть выражение которое говорится о том ты сейчас хочешь быть прав либо ты хочешь быть счастливым то есть хочешь быть счастливым не надо пропускать вот это все через свое эго и искать какое-то подтверждение прав ты или нет если ты наоборот хочешь быть счастливым то просто будем да не надо искать вот сейчас правильно неправильно с тобой поступили То есть здесь ключевое решение — это фокус внимания. У вас бывают такие моменты в жизни, такие вот большие этапы, череда такая большая в жизни, когда вы действительно настроены на позитив. Но потом что-то происходит, и вы как будто бы, знаете, вот, не знаю, как какая-то склоченная баба, начинаете как-то разбираться, ссориться, вот как в этом, в этом аркане, да? Как-то вступать в какие-то передряги, вступать в какие-то разногласия. Ну, потому что вы теряете как будто бы вот свой баланс по Верховной Жрице. Теряете какое-то свое самообладание по аркану меренности, золотую середину. Смотрите, здесь все арканы говорят про баланс Верховной Жрицы, находящийся между двух колонн, да? Аркан умеренности тоже нам говорит про баланс. Аркан колесницы, да? Мы видим здесь два кота, черный и белый. Когда вот нету вот этой вот дуальности, здесь в аркане смерти тоже дуальность присутствует. Когда нету вот этой вот дуальности, вы выбираете свет. Вот когда вы выбираете свет, солнце, тогда все идет в позитиве. Но когда начинаете в чем-то сомневаться, когда что-то непонятно, когда есть какие-то неизвестные стеки, когда есть какие-то тайны, вот у вас тогда вот начинает всплывать вот этот вот рак, который здесь изображен. Вот этот. Какое-то вот внутреннее, да, что-то изнутри происходит. Но это происходит, это поднимается изнутри вас для того, чтобы это очистилось и ушло. А вы здесь как будто бы, я не знаю, вот включаетесь в какой-то такой негативный момент. И этот негативный момент связан с вашими эмоциями. Здесь не нужно контролировать эмоции, а здесь нужно находиться вот в каком-то своем внутреннем, таком уравновешенном состоянии, спокойном. То есть состояние нужно контролировать, не эмоции, реакции, потому что потом вот эту вот нить мы упускаем. А изначально как будто бы не впускать эти эмоции. Но это должно быть естественным путем. А для того, чтобы это происходило, нам нужно сменить отношение, то есть свое восприятие жизни, свое отношение к вещам. А чтобы это произошло, нужна крайне трансформация по аркану смерти в нашем сознании. То есть мы должны изменить свой взгляд на жизнь. И тогда не будет у нас каких-то претензий здесь по тузу мечей, за наши собственные решения. Потому что по королеве Педакли получается так, что иногда вы чувствуете, что вот с вами несправедливо поступили, либо как-то вот обесценили. Но это вот опять же таки проявление нашего эго. Когда вы разрешаете ему выйти на первый план, тогда это и случается внутренний конфликт. Когда вы находитесь в аркане солнца, короля жеслов, когда вы находитесь в чем-то позитивном, когда ваш фокус внимания падает на свет, на доброту, на человечность, тогда вы не то, чтобы не делаете ошибки, тогда не стоит вопрос выбора. Вот что вам выбрать? Здесь. Здесь об этом. Не знаю, кто понял, тот понял. Так, это первая позиция. Позиция номер два. Двойки, смотрим. Ваш внутренний конфликт. В чем есть ли у вас внутренний конфликт? Ваш внутренний конфликт связан с вашими какими-то желаниями. Король кубков. Аркан звезды. Здесь конфликт связан с тем, что получится и не получится. Страхи. Здесь есть страхи, переживания и неуверенность в себе. В контексте того, что получится реализовать то, что я хочу, то, о чем я мечтаю. Причем вы это хотите очень и очень. Когда вы это, скорее всего, не получаете, а не получаете по причине того, что вам страшно, вы боитесь. А чего вы боитесь? А вы знаете, на самом деле вы боитесь то, что вы это получите. Потому что здесь и шестерка жезлов, и десятка кубков. В краске говорят о том, что вы это можете получить. Здесь как будто бы страх какого-то успеха. Конфликт в этом-то и заключается. То есть я что-то хочу. С одной стороны, да, я это хочу. Я совершаю какие-то шаги в этом направлении. А с другой стороны, я представляю, а что я буду делать, когда я это получу. Не знаю, например, кто-то хочет устроиться на какую-то работу, где он сможет использовать свои навыки, свое мастерство, умение. Вот вы прям представляете это, как это в идеале будет, сколько вы будете получать денег, там, будут ли у вас клиенты, как вы будете работать. И вам это, эта мечта, это желание вам очень нравится. А с другой стороны, вы понимаете, что если вот это вот будет, то моя жизнь изменится. Не знаю, может быть, будет больше ответственности, может быть, изменятся как-то ритмы моей жизни. Но однозначно, какие-то изменения будут в моей жизни. И получается так, что вы боитесь, что «А какой будет моя жизнь, когда я это получу?» То есть с одной стороны я это хочу, а с другой стороны вы говорите себе, а какой будет моя жизнь, когда я это получу, и вам становится страшно. Почему вы боитесь получить то, что вы хотите? Пашманет. Потому что здесь как будто бы какая-то зависимость появляется. То есть это чревато какими-то последствиями, аркан повешенной. Это вот каким-то образом будет меня ограничивать, а я не хочу этих ограничений. Ну, к примеру, например, сидите вы дома, хотите больше денег, да? Но вы понимаете, что пока дома сидите и не получается работать, например, на дому, как фрилансер, мне нужно больше денег. Я понимаю, что мне нужно пойти на работу. Но если я пойду на работу, то автоматически я теряю тот комфорт, который у меня есть сейчас, да? То есть как минимум надо будет утром просыпаться. А если вы привыкли, не знаю, просыпаться в 8-9 часов, когда другие люди, например, на наемной работе уже работают, вы лишитесь, не знаю, двух-трех часов дополнительного сна, да? Плюс там вот этот вот график не гибкий, а конкретно. Вот в такие-то дни, с такого-то часа по такой-то час, и вы чувствуете автоматически какие-то ограничения. То есть вот здесь об этом идет какой-то внутренний конфликт и мечты у каждого свои. То есть с одной стороны, они как-то отдаляются, и вам это нравится. А с другой стороны, когда они приближаются, ну, то есть велика вероятность реализации этого, вы начинаете пугаться, что а как будет и что будет. Вот в этом и заключается ваш внутренний конфликт. Как договориться? Как вам договориться с собой? Пятерка кубков, тройка мечей. Кольцо фортуны. Ну, здесь нужно изначально изменить свой сценарий, в который вы входите, да? Что пятерка кубков у нас говорит разочарование об утрате, что что-то я утрачу, и это вот прям будет для меня таким чрезмерно драматичным. И, боже, что я буду делать? То есть не нужно включать какие-то ожидания. То есть вы как-то вот, когда представляете то, что вы это получаете, вы это представляете как-то через негатив. Не то, что вот вы будете радоваться, и у вас в жизни будет все хорошо, будет замечательно. Ну, опять же-таки на примере, да, работы. У вас будет большее количество денег. То есть не нужно думать о том, что вы утратите. Не нужно ожидать, что это вот будет прям вот какая-то драма. Наоборот, сместить свой фокус внимания на то, что вы получаете. Получаете десятку кубков. Смотрите, тот идеал, да, здесь человек лежит. Здесь его, условно говоря, вторая половина, да, и между ними сердечко. То есть вот здесь, правда, она изображена в виде фантома. То есть это то, что мы хотим. Не надо заранее себя настраивать на что-то негативное. Что я устрачу здесь то, что я люблю. И это для меня будет вот каким-то таким негативным. То есть вы себя настраиваете на что-то негативное. Почему вы настраиваете себя на негативное? Ну, во-первых, потому что вы не знаете, да. Потому что здесь вот двойка жезлов говорит о том, что, смотрите, здесь человек, он смотрит в эту подзорную трубу, он только рассматривает, он предполагает, он не знает, как будет. То есть здесь недостаток какой-то информации. То есть вы представляете, мозг вам подбрасывает готовое решение, исходя из вашего опыта. То есть если ранее в вашей жизни был аналогичный опыт, и вы реагировали негативно, то ясное дело, что готовое решение, которое подбрасывает вам в ваш мозг, это будет негативное. Вам нужно рассмотреть здесь что-то такое позитивное. Видите, опять пятерка пендаклей, опять через дефицит, опять через утрату. Я не знаю, почему у вас идет акцент смещен на то, что вы утратите, когда вы получите свою мечту, свою звезду, свое желание. А почему у вас такое восприятие? Вот Аркан Янафанта. Ну, потому что вы так видите, вот это вот ваша истина, вокруг которой все строится. Потому что не видите, что будет легко восьмерка пендаклей, смотрите, потому что, ну вот вы видите какое-то разрушение. Разрушение того, что вы, к чему вы привыкли, да, своего удобства, своего комфорта. Но при этом вы не замечаете того, что вы, насколько вы становитесь мастером, да, то есть здесь вы смотрите, сумасшедший он строит эти карточные домики. Ясное дело, что он их потом разрушает, потом заново строит. И чем чаще он это делает, да, тем быстрее он выстраивает эти домики и тем более совершенными они становятся. То есть если делать акцент на то, что зачем строить, я все равно это разрушу, то, конечно же, одно развитие событий. А если сделать акцент на то, что чем больше я буду практиковать, тем более я становлюсь карточным таким мастером, да, это уже другая линия поведения. Здесь причина просто, вам нужно пересмотреть свое видение, свою истину вокруг этой ситуации. Откуда к вам пришла вот эта истина? А вы ее неоднократно прокручиваете, она просто, знаете, какая-то борозда в нашем мозгу. Создалась нейронная связь, и вот этот импульс, он ходит по восьмерке, да, в бесконечности по кругу. Одно и то же, одно и то же. И как будто не виден выход из этого, да. Нужно для того, чтобы был выход, надо новый опыт. Надо его создать, этот новый опыт. Надо его увидеть. А как вы его создадите, если вы работаете на автоматизме? Вот как раз-таки в этом и ключевое решение. Выйти из этих автоматизмов, осознанно сделать что-то другое, что вы не делали ранее. И потом подкрепить это повторами для того, чтобы образовался новый опыт. Таким образом, да, вы создадите новую, но уже позитивную модель для себя. Вот таким будет ваше решение. Так, это была вторая позиция. Ну, думаю, здесь все предельно понятно. Мне кажется, вы и так это догадывались, да. Либо вы это и так знаете. Просто с решением не совсем понятно было. Теперь, мне кажется, мы прояснили эту ситуацию. Так, и позиция номер три. Зелененький камешек троечки. Смотрим ваш внутренний конфликт. С чем связан ваш внутренний конфликт? Пятерка мечей, каким-то самообичеванием, да, ваш внутренний конфликт, неудовлетворение. Вы неудовлетворены сами собой. Или чем вы здесь? Каким-то эмоциональным. Не знаю, то ли вас не удовлетворяет ваши эмоции, то, что вы проживаете. Это как будто бы претензии какие-то есть к тому, что либо вы эмоциональны, либо вы чувствительны. Да. Как будто бы вот слишком, дьявол. Какая-то одержимость. Не знаю, почему вот вы каким-то образом не принимаете свою эмоциональность. Вам кажется, что вы чрезмерно эмоциональны. Здесь может быть такое, что, знаете, вот кому-то помогли, потому что так почувствовали. И потом сами себя наказываете за это. Почему? Потому что, когда вы помогаете, да, редко бывает так, что вы получаете какое-то одобрение. Как правило, люди недовольны вашей помощью. И это не имеет отношения только к вам. Ну, в большинстве своем очень мало людей, которые действительно благодарят. И они радостны по мужчине. А здесь получается, решение уже сразу скажу, заключается в том, чтобы не ожидать никакой благодарности. Сделали, просто сделайте, потому что вы это делаете для себя, а не для другого человека. Да, помощь оказана другому человеку, но вы это делаете для себя. То есть, если вы будете считать о том, что я помогаю, я помогаю тебе, то есть, помощь оказываю кому-то другому, то ясное дело, что вы будете ждать какую-то обратную связь. А этой обратной связи не бывает. И вот это вот, за это вы сами себя наказываете. Вы говорите, зачем я туда полезла, зачем мне вообще это нужно было, да. И здесь как раз идет наказание за эту любовь. Потому что здесь любовь, вы видите, выпадает с эмоциональностью, выпадает дьявол, который вас как будто бы подстрекает. И вот в этой ситуации пробуждаются здесь бесы, да, вот эти вот теневые аспекты нашего эго. То есть, по сути, как получается, вы помогаете, потому что вы это хотите. Это такие добрые побуждения ваши, да. Но когда вы не получаете обратную связь, тогда, то есть, нету одобрения, тогда пробуждается ваше эго. И оно начинает, там, не знаю, может быть, обижаетесь, может быть, раздражаетесь. Ну, то есть, включаются какие-то негативные эмоции. И вы тогда сами себя наказываете за этот поступок. Хотя изначально поступок был благим, был хорошим. Но проблема здесь заключается в том, что вы ждете обратную связь. Что вы ждете, что вас похвалят, либо вас поблагодарят, либо, ну, вот как-то в позитивном ключе отреагируют. А люди не реагируют. Вот в этом внутренний конфликт здесь. Да. И вот это заставляет вас закрываться от людей и не давать им свой свет, не делиться. Ну, проблема, на самом деле, здесь достаточно простая, да. То есть, проблема заключается в том, что я уже сказала, не надо ничего ждать. Сделали, потому что вы так захотели. Сделали и забыли. Но если вот, как это сказать, да, то есть, по-человечески я понимаю, да, если что-то сделал, то хочешь, чтобы себя, ну, вот как минимум сказали, что окей, принимаю, либо окей, не принимаю. Либо какую-то там, ну, благодарность, она приятна, она всегда нужна. Но если она нужна, вот это вот как раз-таки по дьяволу идёт, да. То есть, вашей душе помощь не нужна, потому что она когда помогает, когда вот этот вот свет проходит через вас, если это действительно свет, он и так вас наполняет. Вы должны ощущать эту радость. То есть, когда вы что-то хорошее делаете, вы радуетесь. Вот в этой радости и нужно находиться. Когда вы ждёте обратную связь, эта радость уже омрачняется и превращается в тьму. В ней уже нету света, потому что вы становитесь зависимы. Вот в этом причина. Ну, вы себя наказываете тем, что говорите о себе нелицеприятно, да, что вот я какой-то вот такой вот безмозглый, зачем я это сделал. В следующий раз не буду делать, надо было думать только о себе. Но вот это вот краски, какие-то такие эгоистичные моменты. То есть, по сути, получается что? Что душа, она не может страдать. Душа, она не может, ну, потому что она свет. А свет, он не страдает. Свет транслирует радость. Свет остаётся светом. А когда нам больно, да, тогда задевается наше эго. Почему? Потому что оно начинает оценивать. Вот как должно было быть, а как нет. Вот как по-нашему правильно, а как нет. За эти функции у нас отвечает наш ум. То есть наше эго здесь выступает против нас. Поэтому нам становится больно, потому что разрушаются какие-то наши сценарии, наши ожидания, наши представления о том, как другой человек должен себя вести. То есть на самом деле, я просто сейчас вспомнила книгу Курпатова «Красную таблетку». Кто читал, ну, будет в курсе, кто нет, хотите, почитайте. То есть такая мысль о том, что нашему мозгу свойственно придумывать нас самих. Вот в каком контексте. Вот кто мы, какие мы, как мы выглядим. Ну, то есть мы хорошие, либо мы плохие. То есть мы, по сути, оцениваем сами себя. А если мы оцениваем сами себя, мы сами себя придумываем. И мало того, что мы придумываем сами себя, кто мы есть на самом деле, да, мы ещё придумываем других людей. Вот этот человек, он такой, он умный, а он глупый. А вот этот человек умелый, а этот человек неумелый. И получается, мало того, что иллюзия наш самих, как мы о себе думаем, что мы о себе представляем, так у нас ещё есть иллюзия других людей. И мало того, что мы придумываем других людей, мы придумываем их модель поведения. То есть как они должны быть, как они должны поступать. И вот в этом паралогизме, или как это правильно, по-русски сказать, нелогичности, да, мы живём. То есть всё сами себе напридумываем. Вот если просто задуматься над этой мыслью, да, над тем, что мы придумываем, вот кто мы, хорошие мы или плохие, вот по пятёрке мечей, сами себя оценили, сами себя так восприняли. У неё это наше такое представление. Если спросить другого человека от нас, у него будет другое представление, потому что он придумывает нас для него самого по-другому. Мы придумываем по-другому. И вот это вот придумывание имеет некий такой конфликт. Здесь получается то, что мало того, что мы себя придумываем, мы придумываем других людей, мы придумаем то, как мы с ними взаимодействуем. Сколько раз у вас было такое, что вот вы представляете, вот сейчас я встречусь с этим человеком, мы поговорим на это, на эту тему, а потом вот так будет развитие ситуации. Придумываем? Придумываем. Мы живём в одних придумках, в одних сказках. И поэтому это я к чему говорю? К тому, что вот в том мире, придуманном, в котором мы живём, по дьяволу, нет смысла себя как-то обесценивать и огорчать. Найдите для себя такую модель, которая наполнит вас светом и радостью, и спокойствием. То есть если вам вот то, что вы делаете внутри, вы чувствуете вот этот свет, это спокойствие, это и будет состояние вашей души. Вот всё остальное, я не знаю, какую-нибудь раздражительность, обидчивость, вот сразу давайте себе какой-то сигнал, что это вот мой мозг, он сейчас что-то придумал. То есть он по каким-то причинам оценил, что меня обидели, что меня ранили, поэтому я чувствую обиду и я чувствую уязвимость свою. По каким причинам мозг придумал это, исходя из какого-то вашего прошлого опыта, что-то там такое было, он сохранил в памяти эту модель поведения, для себя определил, что вот это вот самое продуктивное, самое быстрое решение, и поэтому он выдаёт вам это решение. До тех пор, пока мы живём на автоматизме, говорю неоднократно, наш мозг выдаёт готовые решения. И поэтому есть фраза, да, умная мысля приходит опосля. То есть когда вы расслабились, когда вы находитесь в спокойном состоянии и можете проанализировать своё поведение, вы понимаете, что, блин, ну вот действительно, как бес попутал, да, произошло вот это вот омутнение, помутнение, рассудка, я не смог с собой управлять. Почему? Потому что вот тёмные силы, автоматизмы в данном случае включились. Что оно должно было сделать? Состояние света. Что значит состояние света? Вот здесь вот белый даже голубь изображен. То есть прежде чем что-то мы хотим сказать, особенно когда на что-то цепляет, сколько раз вы слышали о том, что остановись, подыши, посчитай до десяти. Для чего эти практики? Для того, чтобы привести себя в гармонию, для того, чтобы понять, кто будет через меня сейчас говорить. Мои обиды, мои автоматизмы, мои бесы и так далее. Либо будет свет, потому что если будет свет, он будет нести только добро, он будет нести радость. Если этого нет, вот просто промолчите, тоже как вариант, да, не обязательно давать какой-то вот отпор, либо что-то сказать. Опять же, таки что-то сделали, просветились внутри себя, да, от того, что вы сделали, порадуйтесь сами за себя и идите дальше, занимайтесь другим делом. То есть здесь конфликт связан с тем, что, ну вот, есть какие-то ожидания от поступков, потому что вы себя наказываете за свою эмоциональность, за свою доброту, за свою любовь, за свое внимание. Вот, а зная о том, с каким трудом, тройкам достается ваш эмоциональный вообще фон, то есть вы, ну, здесь, по идее, вы выходите либо жезловыми, либо мечевыми. Жезловыми в контексте активности огня жизненного, да, то есть у вас есть потребность что-то сделать для других людей, у вас есть потребность отдавать, у вас есть потребность коммуницировать, взаимодействовать с другими людьми. И, а с одной стороны, мечевые энергии всегда проходят по тройке, да, то есть это вот логическое понимание, да, что как нужно. И вот это вот наш любимый дьявол, который периодически выходит, правда, давно его не было в третьей позиции, вот сейчас он снова объявился, да, то есть это вот подавленная агрессия, подавленная вот эта вот энергия. Почему? Потому что ее не приняли, вы что-то сделали, был какой-то вот порыв, потребность что-то сделать, вы не получили обратную связь, ну, то есть вам не дали раскрыться, и вы начинаете обижаться. И вот зная, насколько вам сложно здесь показывать свои эмоции, ну, потому что вы не показываете, то есть, а если показываете, то в большей степени что-то такое негативное, то есть показать свою любовь, показать свою вот эту вот доброту, для вас это уязвимость, вот этот ускобок, он тройка, опять же, по энергиям, да, я вас не знаю, но вот энергия здесь говорит о том, что человеку очень трудно выразить свою эмоциональность, как-то открыться, а когда вы действительно открываетесь и получаете какой-то такой вот удар за свою открытую, да, за свою уязвимость, вам становится больно. Но опять-таки помните, кому больно становится, вот просто здесь надо себя осознавать, кому становится больно, так ли это, может ли душе быть больно, нет, не может, нет, не может. А это была у меня третья позиция, я благодарю вас всех за внимание. Не знаю, почему-то у меня есть какая-то такая вот потребность, извиниться, если вдруг в начале вступления кого-то заделать, чьи-то эмоции, чью-то веру, не знаю, вот почему-то есть такая потребность. Я извиняюсь, если вдруг я привнесла какую-то смуту в своем выступлении, либо какую-то, наоборот, раздражительность, мои искренние извинения. Как-то так, прощаюсь с вами до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.